Теперь. Обещанное второе доказательство. Оно чуть-чуть сложнее, но тем не менее... Ребята, дело в том, что у меня очень грустный опыт. Я многократно о жгуте рассказывал. Причем абсолютно неважно, как у вас все. И типичная история такая, что все кивают. Да-да-да, все поняли, все очевидно, все-все-все. Проходит там буквально неделя, спрашиваешь, никто ничего не помнит. И главное, просто вообще, по принципу не говорится. Суд абсолютно невероятно. Сейчас достали все эти практики. Второй способ доказательства. Я его сейчас вам покажу. Второй способ доказательства устроен вот каким образом. Индукция по количеству бревых. Что значит индукция? Если в графе только одно микроб, то, согласитесь, проблем нет. Эта картинка называется база индукции. Эта картинка называется база индукции. Значит, для графов, в которых только одно микроб, мы все доказали. А теперь я сделаю так. В предположении, что для всех графов с некоторым количеством ребра я все доказал, с некоторым или меньшим, я докажу для следующего по сложности графа. То есть пусть, скажем, для всех графов, в которых одно ребро, два ребра, 50 ребра я все доказал, беру граф, в котором 51 ребра, и с ним разберусь. А потом, зная, что я знаю все от 1 до 51, докажу для 50. Пусть в нем есть две вершины в нечеркной степени. А в степени всех остальных вершин какие будут? Черные. 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 Отлично. Но давайте, 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 давайте рассматривать ситуацию. Значит, господа, ну давайте сначала рассмотрим самый простой случай. Пусть точки А и В соединены ребро. Вот просто есть отрезок, который между собой соединяет точку А с точкой В. И они соединены отрезками. Возьмем и этот отрезок выбросим. Вы понимаете, что степени всех вершин стали какие? Какие стали степени? Четные. Четные, конечно. Потому что, если от нечетного числа 1 единичку, то станет? Четные. Четные. И здесь нужно. А все остальные, как были четные, так и остались. Отлично. Если все вершины черные, то граф уникусали. Правильно? Замечательно. Давайте объясним, что такое уникусали. Это значит, что что-то там такое есть. Да? И еще что-то есть такое. И что-то есть вот такое. А может быть и еще такое. Он мог разбиться. Почему я реферсирую несколько штук? Потому что граф мог разбиться на несколько компонентов. Согласны? После удаления этого ребра связность могла нарушиться. Но, внимание, может она и могла нарушиться, но не сильно. Потому что вот эти моменты, если честно, вы видите, не могли. Потому что, когда добавляешь ребро, то они от этого не становятся еще чем связаны. Поэтому, на самом деле, вот эти штучки я нарисовал совершенно зря. Отлично. А теперь вопрос. Способны ли мы эту картинку нарисовать неотрывая уплотность? Нет. Запросто. Да. Сначала рисую вот это. Да? Прохожу по отрезку. И что дальше? И рисую вот это. Все. Случай, очевидно, легко, мы их разобрали. Второй случай. Представьте себе, что у нас по-прежнему есть две вершины нечетной степени. А и В. Но они на этот раз отрезком не соединены. Что мы в таком случае можем сказать? Разве есть нечетная степень? Значит, хотя бы какой-то отрезок из этой точки выходит. Давайте его нарисуем. Теперь смотрите, что у меня получилось. Точка А, точка С. А была нечетной степенью. С была четной степенью. В нечетной степенью. Все остальные четные степени. Отлично. Смотрите, что я сейчас делаю. Вы уже помните, что вы делаете, если там появится. Это значит, что мы берем это бедро и сейчас выбрасываем. Так же, как мы там выбрасываем Т3-го АВ. Что при этом происходит? Там, где раньше была нечетная степень, становится четной. Там, где была четная, становится какая? Нечетная. 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 Ребель стал меньше. И смотрите, что у нас. В вершине нечетной степени. Сколько? Две. Обратите внимание, граф остался связан по очень простой причине. Потому что, если бы здесь был граф не связан, то у него была бы вершина одна нечетной степени. А так не бывает. Дело в том, что, когда вышло, то мы все-таки идете вперед, идете, 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 идете. Ну, мы должны когда-то где-то остановиться. Не бывает. По этому графу связан, значит, к нему можно применить теорему Эйлера. И, значит, есть маршрут, который начался с точки С, проходит по всем легким и закончился с точки В. Давайте мы его дорестуем. Ну, можно так. Вот. Отлично. Догадайтесь, как можно было обойти весь граф. Да? С точки С, с точку А, потом... Не, народ, источники А в точку С, а потом эти маршруты. Согласны? Да. Все или не все? Все. Все. И последний случай, который мы обязаны разобрать. Дальше. Значит, ребята, смотрите. Здесь был случай, когда две вершины в четной степени, и при этом у нас они соединены. Здесь случай, когда две вершины в четной степени изначально были, и они были не соединены. Последний случай какой? Тут, смотрите, как в слове идеально написано. Не более двух вершин в четной степени. Какой случай я за мной забрался? Когда ноль нечетно. Когда ноль нечетно. Молодец. Когда все вершины какие? Четные. Четные степени. Так это еще лучше. Это замкнутый... Если у меня... Замкнутый... Да. Если у меня все вершины четные, все, то я могу сделать простую операцию. Беру любой вершин. И его выбрасываю. Раньше эти две вершины были четной степени. Теперь они стали какие? Нечетные. Они стали нечетные. Если они стали нечетные, то что может сделать? Потеря лейбер. Если в Гранд Витоке две вершины нечетные степени. Найти маршрут. Согласны? Ребер же стало меньше. Значит по предположению индукции может найти маршрут. После этого, когда мы знаем такой маршрут проходящий по всем ребрам. Как его вместе с этим ребром пройти? Начать с точки В. Пройти по этому ребру. Потом пройти эти маршруты. Правильно? И закончим с точки В. Все. Теперь собственно теоретно доказано.